Втайне от родителей и надеялась, именно ее ролик покажут президенту. Я инвалид детства в ДЦП. Я очень хочу хоть чуть-чуть ходить. Я стараюсь. И мне очень необходим тренажер. Он в комплексе, беговая дорожка и в нем много всего. Мы не можем такой купить, он стоит где-то 20 тысяч. Помогите мне, я очень хочу ходить. Люблю вас, ваша Соня. Софишка, не беспокойся, это не тот вопрос, который требует особых усилий. Мы, безусловно, этот вопрос решим. Даже не беспокойся. Желаю тебе скорейшего выздоровления. И я вижу, что по характеру ты такой человек, который будет бороться и добьется результата. Соне в итоге подарили два тренажера. Один от фонда первого президента Чечни Ахмата Кадырова, другой от губернатора Самарской области. Самый лучший почти за полмиллиона рублей она решила отдать. Один, который более серьезный, я дам революционный цен, чтобы дети тоже занимались. Потому что столько людей с такими же проблемами, их очень хочется всем помочь. Вот много детей же, которые тоже хотят. Поэтому отдам обязательно. Повод для оптимизма на этой неделе появился и у фермеров из села Степаново в Костромской области. Я не верил долго, что такое возможно, что к нам сюда в глубинку приедут и мы сможем задать вопрос Вадимину Вадимовичу. Это как-то до сих пор еще в шоке от этого. Реакция на проблемы фермеров из села Степаново, пожалуй, была самой быстрой. Прямая линия еще даже не закончилась, а местные власти уже отчитались. В этом году на поддержку и развитие фермерских хозяйств региона направят 50 миллионов рублей. О трудностях, с которыми сталкиваются костромские фермеры, вся страна узнала после того, как в прямом эфире аграрии рассказали президенту. Программ поддержки сельхозпроизводителей сейчас много, но в них участвуют в основном крупные холдинги. А небольшим хозяйствам по-прежнему трудно наладить сбыт продукции, даже несмотря на запрет импортопродовольствия из Евросоюза. Нам хочется напрямую подойти к своему покупателю, быть ближе. Хочется, чтобы была организована своя торговля. Пусть она будет небольшая, пусть это будут ларьки, пусть это будут автомобильные передвижные лавки. Но мы хотим продавать покупателю свой продукт, минуя большие сети, минуя больших перекупщиков. Это продвижение напрямую к покупателю. Действительно, продают и квас, и воду. Почему не продавать молоко? Я с вами полностью согласен. Обязательно с губернатором на этот счет поговорим. Этот уникальный формат общения президента со всей страной от Калининграда до Камчатки, по мнению политологов, своеобразная интерактивная книга жалоб и предложений. Вот этот прямой контакт, 3 миллиона звонков, обращений, заявлений и так далее, которые Кремль собрал при подготовке этого сеанса прямой связи с народом Российской Федерации, является важнейшим ресурсом для того, чтобы из него вычленить наиболее серьезные проблемы, наиболее критические болевые точки, чтобы вовремя успеть что-то подправить, на что-то обратить внимание. Одна из таких болевых точек – Космодром Восточный. Зарплаты работникам здесь не выплачивают 4 месяца. Общий долг – около 100 миллионов рублей. А ведь по плану именно отсюда же, в конце этого года, должна стартовать первая ракета. И предусмотренную настройку 40 миллиардов рублей генподрядчику из федерального бюджета перечисляют каждый год в полном объеме. Наша компания в стадии банкротства. 4 месяца мы не получали зарплаты, и люди выехали с объекта, осталось 30 человек, которые охраняли наше имущество. Обращение такое из двух частей – помочь нам с зарплатой, и все-таки дать возможность нам продолжать здесь строить. У меня к вам встречный вопрос. А вам так задолженность по заработной плате и не выплатили? Сейчас какая ситуация с выплатой заработной платы? Выплатили 17% от декабрьской зарплаты всему коллективу, это 1123 человека. И сегодня перечислили тем людям, кто здесь охранял, это 70 человек, зарплату примерно 70-80, ну всем по-разному получилось, от всей задолженности. Сегодня выплатили, видимо, в преддверии нашего разговора. Мы с вами возьмем это под двойной контроль. Вы на месте, а я вот здесь, из Москвы. Все сбои, которые сейчас идут, и по стройке, и по выплате заработной платы, абсолютно недопустимы. И, безусловно, никто с этим мириться не будет. Почему выделенные из бюджета деньги не дошли до рабочих, теперь разбираются следственные органы. Замгенпрокурора России вылетел в Углегорск и уже провел прием. К растрате средств космодрома Восточный могут быть причастны прежние руководители Дальспецстроя. Масштабы украденного поражают. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, являясь руководителем коммерческой компании, в целях...